Золотой медвежонок В этот раз мы сможем рассказать более подробно про всех тех замечательных людей, про все те вдохновляющие организации и интересные продукты, которые представляли наши номинанты. Итого, 10 лет мы с вами ежегодно рассказываем о лучших, показываем вдохновляющие продукты, спорим до хрепоты, ссоримся, находим множество проблем и тем не менее каждый год раздаем золотых медвежат. Что же было в этом году и что отличает помимо того, что мы работаем с вами в очень непростой ситуации, когда идут ограничения, мы не смогли встретиться на нашей площадке в Совете Федерации и мы перенесли наше торжественное награждение. Но оно обязательно будет, обязательно. И мы обязательно расскажем еще раз, поаплодируем, посмотрим ваши глаза и услышим ваши вдохновляющие речи. И там я не буду тратить время, объясняя, почему мы вас выбрали. А сегодня я хочу немного построить по-другому. Мы будем объявлять победителей и рассказывать, почему в этой номинации эксперты выбрали именно их. Ну, вначале несколько слов о том, какая была премия в этом году. Более 300 номинантов. Она юбилейная, поэтому в адрес вас, мои уважаемые победители, пришли приветствия практически от всех наших участников, от нашего наблюдательного совета. Конечно же, от Совета Федерации. Уполномоченный по правам ребенка Анна Юрьевна Кузнецова прислала теплое поздравление, приветствие в ваш адрес. Мы их все опубликуем на сайте и сделаем дайджест «Золотого медвежонка». Министерство промышленности и торговли, которое поддерживает нашу премию, выдвигает производителей детских товаров. Гульнас Манеровна Кадырова прислала теплое поздравление и слова приветствия. Обещала обязательно приехать на очное награждение. Свои приветствия прислали и Минэкономразвитие, и Росстандарт, и из Министерства промышленности и торговли департамент по техническому регулированию. В этом году тема безопасности и качества, даже вернее качества, стояла во главе угла. Мы учредили отдельные номинации по качеству и предложили им это нам сделать наши коллеги с оценки соответствия, Алексей Медников из компании Ростест, который долго спорил, я говорю, мы еще не готовы, нам надо совершенствовать нашу премию. Он сказал, 10 лет достаточный срок, и действительно, 10 лет достаточный срок, и сегодня мы вручим две награды продукту и человеку, продукту и эксперту, продукту и руководителю, который олицетворяет новые лучшие практики в подходах к качеству. Итого, давайте мы перейдем к победителям первого нашего раздела, там, где у нас наши замечательные детские товары. И первая у нас номинация – это «Знак качества и признания для лучшей одежды». Здесь у нас коллекции и аксессуары. Семь финалистов, и честное слово, мы были очень удивлены, Да, вот у нас почему-то еще без нас работает, живет своей жизнью экран, секундочку, вот этого не надо останавливать, да, нам сейчас помогут. Пожалуйста, я понимаю, значит, семь финалистов у нас в нашей номинации «Лучшая детская одежда». Очень много было товаров для новорожденных. Что порадовало, было много по-настоящему дизайнерских продуктов. И победителем у нас стал компания, которая занимается, компания «Карекс», коллекция «Кайма и Страс» «Лармини». И мнение экспертов, очень качественное исполнение, нет перехлёстов. И такие, вроде бы, понятные требования, которые должны быть, но то, как презентовали и основатель этого бренда дизайнер, и те дизайнерские подходы, которые были реализованы, сделали её безусловным нашим лидером. Следующая номинация у нас – это «Школьная форма». Вы знаете, конечно, количественные показатели, выбор наших родителей, они больше всего свидетельствуют о том, кто и как выбирает у нас этот продукт. Мнения экспертов разделились, очень много говорили о сочетании цены и качества, о функциональности одежды для детей, о том, сколько было продуманных элементов. Здесь у нас номинантами стали… Давайте переключим следующий слайд. Это и «Маленькая леди» со своей уникальной коллекцией, и коллекция «Клевери Кидмарк». Безусловным лидером у нас был, конечно же, «Детский мир». 4 миллиона единиц безупречной продукции, покажите нам победителя. И серия «Чизфуд» занимает первое место. Перейдем к следующей номинации – «Лучшая обувь коллекции». «Лучшая обувь коллекции». Многие говорят, что в России дизайнерской обуви нет. И в этот раз на премию мы увидели, что это не так. Сейчас много говорят об адаптивной обуви. Меняются требования к коллекции для детей. Покажите нам, пожалуйста, номинантов. И кого же выбрали наши эксперты? Кого же выбрали наши эксперты? Пожалуйста, победители. Это компания «Котофей». Их коллекция «Обуви весна-лето 2019» убедила наших экспертов в том, что в этом году они лучшие. Следующую, пожалуйста, номинацию. «Лучшая мебель коллекции». Наверное, это номинация, которая заставила встать всех экспертов. У нас были интересные номинанты. Покажите нам, пожалуйста, номинантов. Здесь и кроватки, металлические кроватки «Тополь Групп», которые там, золотые кроватки поразили абсолютно всех. Это и мебель компании «Андрей Первый». Это и детская кроватка «Каролина», это и традиционные аксессуары, ящики для игрушек компании «Бэтпласт» вместе уже с органайзерами, которые отметили и решили соединить эксперты вместе, понимая, что они дополняют. И компания «Астрейт», и «Китспейс», вообще подходы к мебели, особенно подростковой коллекции мебели «Китспейс» были на самом деле очень интересны. Нас очень сразил начинающий предприниматель небольшая компания «Дизайн Той» со своими стеллажами, компания «Демса». В общем, о каждом можно говорить много. Эксперты приняли решение в этом году не присуждать золотого медвежонка. Кому-то не хватило немного в объеме продаж, кому-то не хватило немножко убедить в эксклюзиве либо в каких-то интересных технологических подходах. Но, тем не менее, наверное, давайте мы… Но в учебном оборудовании. Да, подождите, я говорю сейчас по мебели, по мебели для новорожденных. И в этом году мы решили оставить на следующий год наших номинантов для того, чтобы они чуть-чуть набрались с теми проектами, которые они выдвинули на конкурс, но им немножко не хватило. Но отдельную номинацию мы выделили – это учебное оборудование и мебели. И здесь абсолютным лидером стал, давайте нам показывайте нашего победителя, это дидактический модуль, поворотно-передвижной комплекс мебельной фабрики Андрей Первый. Инновационные подходы, они патентноспособные подходы. Мы порекомендовали обязательно запатентовать коллегам свою разработку, качество, с которым это все было проработано, и возможности для использования учебного оборудования – это, конечно, произвело фурор, и эксперты однозначно проголосовали за него. Следующая номинация. Лучшее спортивное оборудование и активный отдых. Сейчас мы видим и понимаем, насколько растет потребность в здоровом образе жизни семьи с детьми, появляются новые детские площадки, появляются спортивные площадки. Покажите, кого мы сегодня в этом году слушали, кем восхищались и кто нас вдохновлял. Кто наши номинанты, кто наши финалисты, скорее, не номинанты. Я не знаю, наверное, на всем не хватило зимы. Тюбинги не отпускали абсолютно долго. Много восхищались и спрашивали такого уже прямо лидера, всем известного завода игрового спортивного оборудования. Мы надеемся, что его, конечно, можно использовать не только тогда, когда есть снег, а и на специально для этого трассы. Поэтому мы можем не бояться больше неснежных зим. Переходим к следующей номинации. Лучшая косметика и средства гигиены. Здесь у нас тоже номинации разделились на несколько направлений. Покажите нам финалистов. Мы выделили отдельно подгузники. Выделили отдельно подгузники. Я уже думала, что в этой сфере невозможно ничем удивить, но, тем не менее, знаменитому японскому бренду каждый год это удается сделать. Тем не менее, мы отметили серию и вдохновляющие показатели у российского производителя Cotton Club. Вы знаете, про каждый из представленных подгузников можно сказать что-то хорошее. Нас просто удивляет то, как меняет свой продукт и как компания Asia Life каждый год переходит на какой-то новый уровень. Покажите нам победителя. Вы знаете, здесь и отраслевой, и экспертный совет спорил, наверное, дольше всех. Но, тем не менее, мы поздравляем с заслуженной наградой компанию Gradient, которая продвигает на российском рынке этот замечательный бренд. Что же у нас со следующими финалистами в этой же номинации? Покажите нам. Здесь у нас декоративная косметика, декоративная детская косметика. До тех пор, пока у нас эксперты не доспорили до конца, а что такое декоративная косметика и что мы туда вкладываем, мы смотрели и лицензионную продукцию. Очень было интересно подобрана серия. Смотрели стиральный порошок и какая формула была разработчиками представлена. Здесь и про компанию Баланс надо сказать о том, какое количество и какое качество. Я бы хотела здесь отметить детскую косметику еще зайти от компании Асептика и об их подходе к разработке именно с точки зрения научных исследований и потенциала, который они закладывают. Коллеги не любят об этом говорить, но тем не менее, очень известный благотворительный фонд, который занимается палеоативными детьми, считает эту косметику и признал, они совместно сделали серию данной косметики для палеоативных детей. Давайте мы посмотрим, кто у нас победитель. Да, еще раз посмотрим на трусики-подгузники, Мэрис, и вернемся все-таки. Пульт у нас сегодня живет своей жизнью, вернее батарейки живут в этом пульте своей жизнью. Так, и у нас здесь первый победитель – это стиральный порошок со своей уникальной формулой, Нью-формула. Что же еще здесь подумали эксперты и буквально забрали еще одного золотого медвежонка, решили отдать его детской косметике зайти от и поддержать компанию Асептика за подходы и за те инвестиции, как большая компания, международная российская компания, инвестирует в направлении детства. Поэтому мы отдельно отметили за инвестиции в детство у этого победителя. Поздравляем коллег и переходим к следующей номинации «Лучшие товары для материнства». Лучшие товары для материнства. Традиционно мы данное направление, данную категорию относим к нашей детской истории, говорим, а это тоже детские товары. Какие у нас финалисты в товары для материнства? Это продукты, которые помогают маме на тех или иных этапах развития взросления ребенка. Я их называю продукты-помощники. Здесь у нас и линейка товаров для мам-лаби с интересным таким округлым дизайном. Очень вовремя пришел бесконтактный инфракрасный термометр, и буквально там у нас на полчаса все эксперты обсуждали, насколько сейчас это все востребовано и необходимо. Ну, конечно, без всякой иронии какой-то. Уникальные подходы к разработке своих инновационных продуктов, напоминаю, в прошлом году и за инновацию годы мы награждали Бибиколь. Это сухое козье молоко Амалтея. Давайте посмотрим, что выбрали у нас эксперты. Бибиколь. Мне кажется, это вот у нас как в мебели много лет был один и тот же победитель. Вот у меня такое ощущение, что и в этом продукте очень тяжело победить, где совмещается и презентация, насколько любят свой продукт, насколько рассказывают об его уникальных качествах. И сам, конечно, вдохновляющий продукт. Какая у нас следующая номинация? Лучшие товары для малышей. Да. Лучшие товары для малышей – самая трогательная номинация. Ведь это первые дни ребенка. И вот здесь все, что касалось качества и безопасности товаров для малышей, превалировало и было на первом месте. Давайте мы посмотрим, какие у нас финалисты. Коллеги, вы знаете, каждый из вас был достоин победы. Вот прямо вот в этой номинации каждый из вас. И конверт в коляску, и муфты варежки, и как вот этот, по сути, еще стартап, какие он набирает, и вообще какой у него огромный потенциал. Я просто уверена в этом продукте, что у него прекрасное будущее. Антискользящие мини-коврики мы долго спорили, и у нас было такое желание их отправить в игрушки. Я до сих пор осталась при мнении, что это игрушка. И если бы они были в игрушках, у них были очень большие шансы. Здесь вот нам коврика не хватило немножко. Муслиновые салфетки с подходом с красной книги. Я так, конечно, конечно, мы не детей, значит, их развиваем, а больше мам просвещаем. И сиденье детское, китфинити, и ходунки, боби-го, детский мир. Давайте посмотрим, как здесь разделились голоса наших экспертов и кого не выбрали. Кто у нас победитель? Развивающие ходунки боби-го. Я очень вообще люблю вот эту продукцию, хотя, честно говоря, не была на этой номинации и не голосовала. Но, тем не менее, конечно, как я сказала, идеальный продукт, как мне сказали эксперты, и я им поверила. Но не успокоились наши эксперты и выбрали, дали второго золотого медведя, попросив особенно озвучить те производственные технологические характеристики, те инновации с точки зрения эргономики, с точки зрения дизайна. И первая премия за качество, первого золотого медведя мы отдаем детскому сиденью, китфинити. Я поздравляю компанию Бэтпласт, искренне за нее рада. И бренд-менеджера, который так вдохновляюще его представлял, что я очень сильно понимаю тех коллег на выставке, которые ушли вместе с вашим сиденьем, честное слово, нам тоже хотелось с ним уйти. Давайте перейдем к следующей номинации. Лучшие товары для поддержания здоровья. Это такой у нас растущий тренд. Я очень рекомендую обратить внимание коллегам и посмотреть на свой продукт, где они могут помимо своих характеристик еще и служить для поддержания здоровья. Скоро у нас мы будем писать продукция неразвивающая, товары, которые лечат, поддерживают здоровье. Покажем наших номинантов. Наших номинантов. Здесь очень интересный дизайн-подходы. У оправ очковых были галереи очков. Мы знаем, что сейчас проблемы со здоровьем у детей стоят, практически занимают печальные первые места в статистике. Совершенно вдохновил наш юный демонстратор, эксперт, показывая нам игру для развития речевого дыхания. Очень интересные подходы у компании «Рокси» с их назальным аспиратором, с мягким наконечником. Это такая нужная вещь. Много спорили эксперты, смотрели. Компания, конечно, молодцы. Нас вдохновили продукты для недоношенных детей. Компания «Вуля». Мы тоже думали их передвинуть даже отсюда в другую номинацию, потом в эту номинацию. Но, тем не менее, оставили их здесь. И это тот продукт, за которым большое будущее. Посмотрели, что делает известнейшая компания на рынке реабилитации с ортезами «Аквик». И эксперты путем тяжелейшего такого решения выбрали заслуженного, на мой взгляд, финалиста. Покажите нам, финалисты. Это ортеза компании «Аквик». Вы знаете, сейчас в очень многих направлениях говорят о тех особых потребностях детей и о том, что это может быть красиво при всех медицинских показателях. Но о том, что это может быть еще и весело, интересно, шутливо, то, может быть, это и сразило наших экспертов. Я очень рада, что к нам приехала... Вы знаете, в Москве же все ограничено, поэтому пробки продолжаются. Что к нам приехала Татьяна Владимировна. Татьяна Владимировна, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые коллеги, дорогие наши участники. Да, мне очень не хватает дискуссии, чтобы вы комментировали. Я готова. Значит, будучи стоя у истоков запуска нашей премии, когда еще возглавляли институт семьи и детства и разрабатывали все наши критерии, мы много спорили о том, как мы будем выбирать, и сразу понимали, что будет очень сложно. И надеялись, что со временем у наших продуктов появится научное сопровождение. И насколько было хорошо в этом году увидеть в очень многих продуктах, к сожалению, одного победителя вы упустили, но когда у нас будет очное награждение, мы посмотрим. Когда наука превалирует и идет вместе с разработкой продукта, и вот вы вручили сейчас одну премию. Сейчас мы вот награждаем в товарах для здоровья замечательную программу, программу Ортез. Мы соединили два продукта, потому что их невозможно разъединить. Это тогда, когда производитель делает не только сам продукт, но и программу для родителей, которая позволяет наилучшим образом применять этот продукт. Поэтому, коллеги, вас поздравляю, вы победители. Перейдем к лучшим транспортным средствам и аксессуарам. Лучшие транспортные средства и аксессуары. Ну, там в коридоре тогда, когда стояли, покажите нам финалистов, когда мы увидели, кто к нам приехал. Насколько продумано для наших ветров, насколько продумано для наших дорог, насколько продумано для наших продуктов, для наших особенностей, матрасики и каждая коляска. Опять же, вот в финалистах иногда разница, Татьяна, в 1, 0,1%. 0,1%. И иногда даже, как эксперты говорят, я говорю, как выбрали? Они говорят, выбрали сердце. Вот в этой ситуации произошло именно так. Но я думаю, что в этой ситуации еще огромное значение имело безопасность. Да, безусловно. Да, вот именно в этой номинации огромное значение имело безопасность, потому что автокресло спасает жизнь ребенка в случае, непредвиденной на дороге. А коляски, да? Модульная коляска тоже спасает здоровье и жизнь ребенка в случае непредвиденных ситуаций. Дай бог, чтобы их не было. Мы не думаем о плохом, но тем не менее, если она устойчива, если она, так сказать, в неожиданной ситуации не перевернется, ребенок не получит никакой травмы. Это вот был самый главный критерий – безопасность. Вы знаете, у нас сегодня, давайте мы посмотрим победителей, давайте мы посмотрим победителей в этом году. У нас, мы поняли, что коляска – это, знаете, такой передвижной мобильный пункт для мамы, который позволяет одной рукой, одной рукой, значит, складывать, другой рукой там можно все, что угодно повесить, можно объединить, если у вас несколько детей. И поэтому у нас выбрали двух победителей. И вторая у нас, кто у нас победитель? Так, путь живет. Тоже коляска, две коляски. Две коляски совершенно разные по функционалу, которые позволяют, мне кажется, там, раскладываясь и перебирая разные модификации, несколько сезонов жить вообще на улице. Вот, и это замечательно. Давайте нам следующую номинацию. Следующая у нас номинация – это лучшая лицензионная продукция. Это та продукция, которая включается в добавленную стоимость бренда, разделяя, какие у нас здесь номинанты, и тогда, когда она еще ответственна за то содержание анимационного мультфильма, истории, за тех героев, которые там присутствуют. И в этом году я думала, что мы никогда не выберем здесь победителя, потому что мы успели попробовать молочную продукцию Маши Медведя. Очень вкусная, очень вкусная, хочу сказать. Нам всем понравилась книжка. У меня она лежит с собой. Я, правда, думала, что там все-таки будут реснички хлопать, и коллеги добавят. Конечно, вдохновляюще пришел не сам автор, но, тем не менее, его команда с анимационным сериалом рассказывала о том, как они подходят к лицензированию продуктов. Лично у меня там был фаворит, я даже пошла на сайт смотреть, что делает мебельный комбинат с коллекцией мебели. Каким образом они подошли к тому, Татьяна, как герои начинают жить в комнате, особенно комнате подростка. Насколько можно менять. Оказывается, ребенок может расти, там есть съемные детали, и с ним могут расти герои, появляться новые герои. Показывайте нам победителя. Ну и, конечно, вариантов не было. Вариантов у нас не было. Это у нас победитель. И это очень интересно, потому что обычно здесь рулят игрушки в лицензировании. Это самая такая большая коллекция, больше всего игрушек и персонажей. Но, тем не менее, они нам принесли сотни дизайнов, которые позволяют интегрировать совершенно разные объекты. И ребенок проживает в своей комнате, у него получается целый мир вместе с героями. Хорошо бы только, если бы еще ребенок проживал этот мир с героями наших народных, национальных, национальными нашими героями, народных сказок, может быть. Потому что, конечно, герои, которые дети видят в мультфильмах Диснея и так далее, ну, это тоже неплохо. Да, это русалочки, русалочка, там, олененок Бэмби и так далее. Мы тоже хорошо знаем эти сказки. Но было бы неплохо нашим производителям порекомендовать сейчас. Рекомендовали эксперты. Да, рекомендовали. Я знаю, я знаю, что эксперты рекомендовали, но не могу не сказать об этом сейчас, что все-таки, все-таки. Коллеги ведут переговоры, и здесь, конечно, очень взаимосвязано должны быть очень популярные герои. И мы, я уверена, что на следующий год и у этого производителя, и у других наших производителей мы увидим и российских героев, и международных героев. Но здесь оценивалось, каким образом был интегрирован концепт, бренд, каким образом был интегрирован в пространство. И с пространством, конечно, с тем, как они создали вот эту вот эмоцию, это, конечно, надо было видеть. Ну, здесь, да, нет вопросов. Вот здесь очень важно, здесь отличаются критерии, и это важно подчеркнуть. Давайте нашу следующую. Лучшие товары у нас для хобби и творчества. Таким вот у нас естественным путем за 10 лет эта номинация выделилась в отдельную номинацию. Да, ее не было, я помню. Да, она как-то существовала рядышком. Покажите нам наших финалистов. Здесь, конечно, Институт коррекционной педагогики, по-моему, только ради этой номинации и сказал он к нам и приходил. Потому что, конечно, эксперты отметили набор для творчества «Рисуй светом». Коллеги отметили презентацию создания мега-студии для создания слаймов, которую пришел презентовать сам директор департамента детского мира, и он рассказал подходы, которые команда разработчиков применяет при разработке этого продукта. А так как это новые инновационные материалы, еще мало изучены, несмотря на то, что исторические эти, как жвачки для рук, или как его называют, вот такие пластичные материалы, достаточно много лет, тем не менее к ним с точки зрения безопасности и качества возникает много вопросов. Завод художественных красок «Невская палитра». Вроде бы традиционный материал краски акриловой, но вот это битва экспертов с точки зрения свежести, яркости, стойкости. В общем, химический факультет нам точно нужен университет Менделеева на следующий раз в экспертизу, потому что мы нуждаемся в том, чтобы они вдохновлялись в то, какие продукты делают наши производители. А мне бы хотелось дополнить, неожиданно все дети нашей страны уходят на каникулы аж на целых три недели. Мы про это знаем из-за эпидемии, из-за коронавируса. Творчество нам в помощь. Да, дети оказываются на каникулах. И сейчас родители часто задают вопрос, а что же нам делать? Играть. Ну вот первое, что приходит в голову, ну, конечно, творчество, конечно, творчество. Давайте лепить, давайте с детьми вместе рисовать, давайте с детьми вместе играть со светом, со звуком, давайте играть на скрипке, давайте играть в игры настольные. Мы забыли в последнее время, что это такое вообще. Поэтому вот это в помощь тем детям, которые на три недели оказались в ситуации каникул. Вот очень меня просили эксперты отметить, при этом, когда мы будем объявлять победителей, творческую технику антистресс-декор-стикеры. Когда небольшой российский производитель, инновационная компания «Клевер» применила в своей технологии, я даже не знаю, осознанно ли, интуитивно ли, либо понимая, улавливая этот тренд, конечно, это один из лучших экспертов на нашем рынке, вот именно в сфере творчества, это Виктория, Элина, что этот продукт однозначно они возьмут в работу с детьми с проблемами в зрении. Покажите наших победителей. Итого, у нас здесь победитель, творческая техника, антистресс-декор-стикеры, и мы от всей души поздравляем победителя. Победителя, который совершенно заслуженно взял премию за свою серию разработок. Институт коррекционной педагогики готов оказать научное сопровождение и приглашает все продукты и всех производителей, в первую очередь, конечно, «Клевер» на свою встречу, а мы договорились, да, что после премии мы встретимся с каждым институтом, который входит в научно-экспертный совет нашей премии, и проработаем, как нам пойти на апробацию, пойти на научное сопровождение, получить развернутое экспертное научное мнение и как нам интегрироваться в образовательные программы, в том числе программы здоровьезберегающих и коррекционных программ восстановления здоровья детей. И здесь же в этой премии мы отдали вторую номинацию за качество, правильно, Ирина? Вот, мы о ней скажем немного позднее, но вернемся сюда. Почему? Потому что, рассказывая, я хочу отметить здесь, рассказывая о подходе команды, как создаются продукты, мы не можем не сказать, каким образом подходят к безопасности и качеству. Давайте следующую нашу номинацию. Это «Лучшее учебное оборудование и средства обучения». Одна из самых растущих у нас номинаций. Мы понимаем, что ей нужна дополнительная экспертиза и ей необходимо доработать критерии. В принципе, как мы договаривались, 10 лет мы вместе приняли общие критерии, ряд критерий, специализированных каждой номинацией. И мы считаем, что необходимо их обновить на следующее десятилетие нашей премии. Посмотрим финалистов. Посмотрим финалистов. Мы увидели аппаратные комплексы, интерактивные системы, на которых очень интересно были реализованы подходы. Это разработок программ педагогов, которые с этим работают. Это живая открытая система, которая позволяет туда погружать контент педагогов. Детская мультстудия, но сегодня разработчик, по-моему, его уже знают абсолютно все. Он бесконечно совершенствует свой продукт, получил рекомендации от коллег с точки зрения безопасности, качества, модульности этой продукции, с тем, чтобы мультстудия как мультстудия еще имела развитие как такое уже игровое пособие, где важна вся оболочка, в чем она находится. Музыкальная площадка «Умничка». Татьяна, вы помните, в прошлом году коллеги принесли у нас площадку тематическую, и это была станция наблюдательная, там было все, там, по-моему, можно было замерять и ветер, и все остальное, экспериментировать полностью. Да, да, было очень интересно. А коллеги не остановились. Теперь это музыкальная площадка. Вот, и вот этот ролик, где дети, вся эта, нам кажется, какофония, я представляю, там, надо ее все-таки, наверное, ставить чуть-чуть подальше, но там реальные музыкальные инструменты, которые переведены, вот такой вот антивандальный формат на улице, очень грамотно подобрано, какие музыкальные инструменты, тоже коллеги получили рекомендации от экспертов с точки зрения погодных условий, но я считаю, что вот команда проекта, это, конечно, будет вскоре такая большая звезда на рынке производства детских площадок. Что порадовало? Авторский коллектив программы развития дошкольников «365 шагов к школе», такого монстра на рынке, это издательство «Бином». Я отметила, это вообще направленность издательства, это как бы поддержка наших мэтров, это, конечно, авторский коллектив безруких Филипповой, но отметили все эксперты направление, трек этой программы не для педагогов и детей, да, здесь вот безусловные лидерские качества лучшей практики есть у издательства, а именно программа для родителей. Да, вот программа для родителей. Когда учится вся семья. Да, и тогда, когда вот родители не бегут вперед, родители не, значит, куда-то не уходят прямо или вправо. Не форсируют развитие, да. Программа их очень точно, то есть это каждый дневный урок, и она их ведет каждый день. Обратная связь вообще феноменально реализована в проекте, вот, и там качество, как ребенок растет с этим. То есть это вот в лучшем случае образовательные технологии такие, которые вроде бы может сделать специалист, были адаптированы, которые даже самая молодая, неопытная мама разберется. Давайте посмотрим наших победителей. Вот, значит, у нас здесь большая была номинация. Давайте мы еще продолжим по финалистам. Я думаю, что там Ирина мне, как мама по своему ребенку нам там показывает. Вот, значит, продукты. Были ли это школьные ранцы, которые принесли исследования с Центра здоровья детей РАМ, по которому, если это ортопедическая спинка, это ортопедическая спинка. А если это подвижные экологические обучающие игры храни миры, компания Вэйтои, вот, то коллеги здесь работают сейчас, вот, как хочется сказать, в жанре, это будет как-то звучит немножко не так, да, хочется повысить, вместе с авторами, да, интегрируя и делая свои напольные развивающие игры. Это развивающий набор психолога, приоритет, по которому у нас коллеги захотели его сфотографировать. Я сказала, не-не-не, мы сейчас защитим интеллектуальную собственность, поможем, а потом вот готовы будем посмотреть. Это комплект в «Добрых сказках» развивающей игры Воскобовича. Вижу название «Умные игры», пришлю показать в рамках нашего вебинара по интеллектуальной собственности зарегистрированный торговый знак «Умные игры», но тем не менее. Конечно, хочется отметить продукт, вдохновляющую серию продукта компании «Элпласт» и великолепный международный бренд с их оттенками, с их особенностями в письменных принадлежностях. Нас, конечно, по-хорошему вдохновило решение «Лего» и то, как они работают с образовательным сообществом. Вот это вовлечение образовательного сообщества в развитие продукта, когда оно, по сути, такое ощущение, что переделывает этот продукт. Вот их конкурс, в котором собираются уроки родителей, конечно, это вызывало восхищение. Мы понимаем, что эту номинацию надо разукрупнить, выделить её отдельно, и она нуждается… Она уже выросла, переросла себя. Она выросла, да, она выросла. Так же, как растёт этот рынок, так же, как появляется огромное количество производителей в этом плане. Ну, скорее же, скорее победители. Победители. У нас здесь много победителей, как в играх. У нас здесь много победителей, поэтому, коллеги, не расстраивайтесь. Мы поздравляем интерактивные системы с их живой системой, по-настоящему живой, которая нам очень понравилась. Она мобильная, и поэтому она может переезжать из класса в класс следующего победителя. И вообще мобильность в тренде. Мы с удовольствием поздравляем программу развития дошкольников с 365 шагов в школе. Это был безусловный лидер и авторский коллектив. Сильнейший авторский коллектив с безусловными технологиями издательскими. Они позволили создать и выйти на рынок образования, просвещения родителей. Вот здесь между образованием, просвещением и даже где-то популяризацией образования детей. Вот знаете, такой микс. Это требует какой-то даже иной дискуссии. Я очень попрошу в образовательном сообществе на примере посмотреть, как можно пошаговую программу развития роста ребёнка переложить в такой популярный формат. Я хочу сказать, что у нас сегодня очень много победителей, юбилейная премия. Поэтому мы заканчиваем первую часть, сделаем маленький перерыв, потому что надо подготовить, и продолжим вторую часть. Поэтому, коллеги, у вас будет возможность сбегать, выпить валерьянку и чай, а нам перейти ко второй стадии, потому что таков порядок, и мы его очень уважаем, нашего уважаемого партнёра канала «Медиаметрикс». Следующего нашего победителя. Мы назовём всех четырёх победителей и, значит, здесь прервёмся. Мы выделили «Золотого медведя», здесь три у нас победителя, четвёртого сюда отдали. За перспективу года нам очень хотелось отметить победителя. Это компанию «Приоритет» и развивающий набор его, компанию «Максимум» и развивающий набор «Приоритет». Несколько мы договорились консультаций для коллег, в том числе нашего интеллектуального партнёра по защите интеллектуальной собственности, компанию «Семёнов» и «Певзнер», попросим уделить внимание данному продукту ещё коллег. И знаем, что, понимаем, что это тоже вскоре, вскоре, ну, на сейчас уже, но вскоре будет такой большой бизнес у этой компании. Я в это верю. Следующий слайд, следующий победитель. Из-за инновации в подходах к сотрудничеству, к взаимодействию с образовательным сообществом, из поддержку разработчиков в этом образовательном сообществе, конечно, мы хотим поздравить какую компанию? Компанию «Лего». Безусловно, да. Безусловно, потому что мы видим, как компания «Лего» растёт в методическом плане, в плане донесения тех идей, передовых идей, педагогической практики, методических идей до родителей детей, до самих детей. И это не просто игрушка, это не просто конструктор, это настоящий обучающий тренажёр. Да, а я бы хотела ещё сказать, вот эти, отметить, инновационные технологии, создание сообщества, развитие сообщества, и интеграция практических находок этого сообщества в продукт. Коллеги, мы встретимся с вами буквально через 10 минут и продолжим, накал у нас нарастает, и продолжим двигаться к нашим следующим продуктам. Возвращайтесь к нам в студию, а мы с Татьяной Владимировной подготовимся рассказать вам о следующих победителях нашей премии. Редактор субтитров А.Семкин